В Россию доставлены тела убитых в Центрально-Африканской Республике журналистов. Следственным комитетом России назначены судебно-медицинские экспертизы для установки причин гибели россиян. Допрошены родственники погибших, а также коллеги и знакомые. В минувший четверг компания Air France, осуществлявшая доставку тел и документов, передала в Следственный комитет России недостающие свидетельства о смерти Архана Джемаля. Документ будет выдан следователями вдове журналиста по ее требованию. В Москве пресечена деятельность сети подпольных игровых клубов. В отношении учредителя компании Росбет, а также директора фирмы и 16 участников преступной группы возбуждено уголовное дело. Всех их подозревают в незаконной организации подпольных азартных игр. Свою преступную деятельность фигуранты маскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы Росбет. Только по предварительным данным преступным сообществам был извлечен незаконный доход на сумму не менее 100 миллионов рублей. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении руководителей частного детского сада. Дошкольным учреждениям следователи заинтересовались после того, как в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых отчетливо видно, что воспитанники детского сада в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СК. Завершено расследование уголовного дела по факту обрушения жилого дома в городе Ижевске в ноябре 2017 года, в результате которого погибли 7 человек, в том числе двое детей. Пострадали 11 жильцов, полностью уничтожено имущество 9 квартир. Признаны потерпевшими 450 человек. Следствие предъявило обвинение одному из жильцов дома, который на почве хронического психического расстройства отсоединил шланг газовой плиты от трубы к газораспределению и закрыл все окна и входную дверь в квартиру. По уголовному делу утверждено постановление о направлении его в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого. На этой неделе оглашен приговор участникам так называемой «банды ГТА». Следствием и судом установлено, что с марта 2012 года на территории Московской области действовала банда, совершавшая вооруженные нападения, в ходе которых убиты 17 человек и пятеро раненых. Приговором суда четырем участникам банды назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, один приговорен к 20 годам заключения. Также на этой неделе завершено расследование уголовного дела по факту побега участников «банды ГТА» из-под стражи в здании Московского областного суда. Помимо самих подсудимых, к ответственности привлечены сотрудники ГУМВД России по Московской области, которые занимались организацией конвоирования. 8 августа, 10-е годовщина начала вооруженного конфликта в Южной Осетии. В результате боевых действий были убиты 162 мирных жителя, ранены 255 человек, разрушено более 2000 жилых домов. События в Цхенвале были квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе геноцид и применение запрещенных средств и методов введения войны. Для расследования гибели солдат и мирного населения в Цхенвал отправились российские следователи. Они установили причастность сразу нескольких высокопоставленных военных руководителей Грузии к совершению данных преступлений. Все они объявлены в международный розыск, расследование уголовного дела продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова